Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал о Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня стартует двухдневное заседание американского регулятора. Конечно же, итоги будут подведены вечером в среду, поэтому сегодняшний день, наверное, не будет каким-то знаковым для курса доллара, для динамики американской валюты. И можно сказать, что сегодняшний день это практически последняя торговая сессия относительного спокойствия, потому что то, что ждет нас в среду и в четверг, учитывая заседание Федрезерва Европейского Центрального Банка, это, конечно же, дни серьезных движений, к которым нужно готовиться. У вас должна быть четкая позиция того, что вы собираетесь делать, что вы думаете о перспективах доллара и евро, как вы оцениваете действия обоих регуляторов, какие планы они могут отстраивать дальше. И я надеюсь, что у каждого из вас есть своя точка зрения, потому что если вы даже ориентируетесь только лишь на мой контент, я на протяжении многих месяцев, а где-то даже нескольких лет готовлю вас к тому, как правильно анализировать и оценивать фундаментальные возможности и анализировать долгосрочные перспективы разных финансовых активов с учетом проводимых монетарных политик. Поэтому в эту среду и четверг решится очень многое. А сейчас мы наблюдаем за нашим портфелем, за теми инструментами, которые ранее добавили в него и делаем акцент на локальные новости, которые, с одной стороны, могут нас еще больше увидеть в том, что мы все правильно делаем. С другой стороны, могут подсветить все-таки определенные уязвимости подхода, который применяется на текущий момент. Сегодня на повестке экономического календаря практически нету серьезных отчетов. Разве что в 8.00 по GMT индекс бизнес-оптимизма IFO, который позволит оценить ситуацию с настроениями среди крупнейших немецких промышленников. Но вчера вышел блок данных по активности производственного сектора Германии, еврозоны, цифры удручающие, конечно же. Если говорить в целом о производственном секторе и, скажем так, выбрать какую-то медиану всех показателей ключевых стран и еврозоны в целом, можно отметить, что худшие показатели по промышленности за 35-38 месяцев. Это, конечно же, чрезмерно негативная статистика, которая заставляет задуматься. Промышленность Европы переживает очень тяжелый период времени. Помимо отчета по бизнес-оптимизму, от которого я не жду сегодня хороших цифр, но при этом я не хочу сейчас перехваливать европейскую экономику, если все-таки говорить о перспективах евро, я хочу акцентировать внимание на то, что весь этот локальный статистический негатив может быть легко компенсирован ожиданием будущих действий Европейского Центрального Банка. И нейтрализован как раз настроем трейдеров, связанным с тем, что все ждут повышения ставки от Европейского Центрального Банка в этот четверг. И более того, ориентируется на то, что помимо повышения ставки в июле, глава ИЦБ Кристин Лагард анонсирует и предложит нам четкую дорожную карту того, как ставка будет расти в последующие месяцы. И количество этих повышений ставки будет, конечно же, гораздо больше, чем в США, где юристское повышение может быть последним в рамках текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Кроме отчета по IFO о бизнес-оптимизму, еще можно обратить внимание на данные от Американского института нефти по запасам нефти. В 20.30 по GMT этот релиз выйдет. На основании цифр от Американского института нефти можно ориентироваться на данные от администрации энергетической информации. И за нефтью мы следим. И, конечно же, было бы неплохо получить сейчас больше статистических подтверждений того, что запасы в США снижаются. И это снижение запасов, с одной стороны, объясняется сезонным фактором полученного спроса на топливо на внутреннем американском рынке. Но, с другой стороны, кто-то скажет, что снижение запасов происходит на фоне продажи стратегических резервов США, которые пытаются компенсировать выпадающие из глобального рынка объемы поставок со стороны ОПЕК+. Я думаю, что обе эти версии имеют право на жизнь. Но факт остается фактом, какая бы из них ни была доминирующая, запасы снижаются. И это, безусловно, позитивный фактор. Поэтому бренд уже, друзья, 82.64. Наша цель 85 долларов за баррель. И с учетом того, что только вчера бренд прибавил 2,5 доллара, я допускаю, что 85 долларов за баррель мы, чисто теоретически, можем увидеть уже в рамках этой недели. По другим финансовым инструментам индекс доллара в районе 101 пункта торгуется сейчас. ФРС 10 раз подряд повысил процентную ставку уже. И довел ее до 0,25%. И мы знаем, что помимо тех негативных последствий, с которыми уже стала сталкиваться американская экономика, индикаторы этих последствий, все макроэкономические отчеты, за исключением инфляции, вот позитивным моментом является, пожалуй, только лишь то, что ФРС удалось охладить индекс потребительских цен. И когда мы увидели эти цифры, июньские цифры, снижение инфляции до 3% основной инфляции и базовой до 4,8%, мы как раз и с вами сделали вывод о том, что довольно с дальнейшим ужесточением монетарной политики. Потому что очевидно, что даже текущий уровень процентной ставки монетарного давления оказывает прессинг, необходимый для потребительских цен, для снижения инфляции. Поэтому я рекомендую уже просто дождаться среды, услышать фактическое решение по ставке. Давайте сохраним интригу вместе со всеми, насколько она будет повышена, 25 байсных пунктов, либо 10, ну, не имеет, наверное, значения. Важно то, что это повышение будет последним, и мы это уже прекрасно знаем. Очень важно будет также последить за комментариями Павла на пресс-конференции, но о тезисах потенциальных, я думаю, лучше поговорим давайте завтра. Пока что еще один блок отчетов из США, это данные производственной активности и активности в сфере услуг, которые вышли вчера, подтвердили, что американская экономика все же близится к периоду экономического спада. Промышленность снизилась с 49 до 46,3, точнее, прошу прощения, наоборот, здесь был зафиксирован положительный импульс с 46,3 до 49, но нюанс в том, что индекс по-прежнему остается ниже 50 пунктов, поэтому даже, несмотря на рост, сектор стагнирует. И снижение было зафиксировано как раз в сфере услуг, куда более важен сектор американской экономики, фактически показатель сейчас 52,4 с 54,4. Поэтому делаем выводы, что не на чем расти сейчас доллару, и я ожидаю, что в конечном счете американская валюта перейдет к снижению. Золото 1961 доллара за тройскую унцию. Ждем последующего восстановления в районе 1980 и движения уже к психологической планке в 2000. Пока что все условия для этого есть. Доллар канадец 1,3155. Мы все ближе к нашей цели 1,30. И здесь основной фактор роста, конечно же, нефтянка, которая поддерживает сырьевые валютные активы. Пара доллар японская иена. В комментариях вы спрашивали относительно того, что стоит ожидать от этого дуэта активов. В эту пятницу состоится заседание Банка Японии. То есть я предлагаю пока что оставить прозапас эту валютную пару, потому что в среду у нас все внимание на доллар, в четверг все внимание на евро. В пятницу мы как раз детальнее поговорим о действиях Банка Японии и о том, что может произойти с японской иеной после вот этого крайне насыщенного фундаментального фона. Европейская валюта 1,1077. Вчера крайне разочаровали трейдеров данные по производственной активности всех стран ЕС и еврозоны. В целом тоже была плохая статистика по активности в сфере услуг. Но, как я уже отметил в начале своего выступления, есть еще фонд, который легко может нейтрализовать этот негатив. Это ожидание повышения ставки, учитывая, что чистая инфляция в еврозоне растет и находится на уровне 5,5%, что требует дополнительных действий от Европейского центрального банка по контролю над ней. Индекс настроений по-прежнему указывает, что толпа в шортах и евро сохраняет потенциал для дальнейшего восходящего движения. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!